Здравствуйте, дорогие зрители канала Процветок! Осенью, в ноябре 2020 года мы снимали репортаж о реконструкции старого сада. И кто смотрел этот репортаж, то видели, что вокруг были огромные тенистые деревья. Вот это вот дерево конкретно было обрезано осенью в ноябре 2020 года. Многие люди думали, что дерево, наверное, умрет. Если помните, здесь вот было такие две изогнутые ветви. Она была еще на сантиметров 30-40 подальше такая. Вот в феврале этого года я срезала вторую ветвь. Но вы видите, что все живое. Благодаря тому, что здесь мы сделали спил, здесь обрезали большую часть кроны. Видите, на стволах проснулись почечки спящие. И у нас развились вот такие вот побеги. Мы пока их все три штуки оставляем для того, чтобы со временем через года три мы уберем вот эту ветвь. И, скорее всего, что либо вот этот будет центральный проводник, либо этот. То есть мы сделаем совершенно новое дерево. И, конечно, это можно вот так решительно поступать только с яблоней. Потому что у груши уже так резать мощно не получится сразу. Это сильно рослая культура. И она может дать просто лес приростов. Мы сейчас покажем грушу. В грушу мы крону срезали тоже очень здорово. Но срезали уже по другой причине. Потому что у нас прошел ураган. И ветви просто обломало. Поэтому резали так уже, как санитарная обрезка. Но, тем не менее, вот видите, вот у нас остались новые побеги развились. И сейчас единственное, что мы можем уже подкорректировать для того, чтобы простимулировать ветвление. Вот мы буквально кончики у этих побежков срежем для того, чтобы все почечки у нас начали ветвиться. И начало развиваться ветвление. Ну, как видите, дерево живое и все с ним хорошо. По поводу вот сколько почек именно снимать. Если вы боитесь, снимайте хотя бы верхние три почки. Но вообще у яблони яблони не боятся обрезки. И зарезать яблони, ну так зарезать условно говорим, очень сложно. Особенно старые сорта. А это старые сорта, это сад заложен в конце 60-х годов. И может даже в начале 60-х. Здесь мы тоже можем сделать, допустим, вот видите, это будет развиваться как конкурентный побег. Его сразу можно ликвидировать вот отсюда. Ну а так ветку, все остальное лучше не трогать. Единственное, что опять-таки, вот здесь вверху, чтобы простимулировать ветвление, можно сделать таким вот образом. Приблизительно 3-4 почки мы снимаем. Здесь можем снять больше, потому что, видите, веточка накладывается друг на дружку. Здесь уже вот цветение намечается, стадия розового бутона. И, по сути дела, мы вот сейчас делаем здесь санитарную обрезку такую, да, потому что веточки, которые идут на пересечении, лучше убрать, потому что во время ветра они будут раскачиваться и просто обивать и травмировать друг друга. Значит, вы видели, что некоторые веточки я буквально только кончики укорачиваю, другие ветви я укорачиваю, наоборот, буквально на 3 почки. Только 3 почки оставляю, да, то есть на однолетнем приросте. Для чего это делается? Значит, когда кончики удаляются одноветнего прироста для того, чтобы стимулировать ветвление, а коротко обрезаю для того, когда перспектива развития у ветвей такая, что они будут сталкиваться друг с дружкой, то при основании режу для того, чтобы там пробудить спящие почки, чтобы в другом направлении, которое для нас хорошо в данной кроне, чтобы простимулировать это ветвление. Ну вот, значит, с этим деревом все. А сейчас мы покажем другие деревья, потому что здесь деревья все были в очень-очень запущенном состоянии. В этом саду 20 лет, по сути дела, не велась никакая хозяйственная деятельность, поэтому все деревья вот были такие запущенные. И в этом году, в феврале месяце, я их обрезала. Ну и вот можно показать вот следующий. Ну вот это дерево спартана, и вы видите, значит, вершина была здесь. Здесь было все-все в тени, вершина, по сути дела, усыхала. Вот эти две ветви такие были, на которых еще жизнеспособная древесина есть. Вот мы на эти две ветви обрезали, еще вот пару молоденьких веточек. Но видите, вот уже здесь уже начали развиваться какие-то побежки. Пока мы оставляем их, хотя они, вот видите, совершенно рядышком растут. Но я надеюсь, что это все отстроится, и со временем будет более-менее нормальный сад. Во всяком случае, какие-то уходные операции можно будет здесь везти с земли, потому что иначе все эти деревья, они были, ну, огромной высоты от, как минимум, там, метров 5-8, в зависимости от культуры. Ну а в дальнейшем, значит, через год, или на следующий сезон, или осенью даже, покажем вам, как развивались эти деревья, и, ну, какой вот они цветут, будет ли плодоношение, какое оно будет, ну, и все остальное. Пока вот у нас еще ветви не убраны, ну, и, в общем, ну, на этом, в общем-то, все. Значит, мы показали вам, как конкретное дерево развивается, потому что, я так понимаю, очень много вопросов задавалось таким подтекстом, что, небось, оно умерло. Вот оно не умерло, оно нормально живет и развивается, и думаю, что развивается неплохо. И думаю, что все остальные деревья будут развиваться. Значит, естественно, вот прогрушу еще заблаговременно хочу сказать, что это вовсе не идеал, это в результате урагана так она обрезана, но мы ее доведем до ума, и, надеюсь, что будет нормально, нормальное дерево. Ну, вот на этом у меня все. До свидания, всего хорошего. Ну, и, надеюсь, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok